В стране коронавирусом заразились более 500 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8779 случаев инфицирования COVID-19. Михаил Мишустин утвердил порядок выдачи школьных аттестатов без проведения экзаменов. Результаты ЕГЭ в этом году понадобятся только для поступления в ВУЗы. В колледже и техникумы выпускники будут зачислены по результатам аттестации. В Нижегородской области на полигоне Мулина прошли учения гвардейской танковой армии Западного военного округа. В них приняли участие около 300 военнослужащих. Они провели стрельбы из комплексов «Искандер-М». Британская компания «Полит» начала производить перегородки для социального дистанцирования в офисе. Вместо пластика производитель использует картон. Такой экономный вариант перегородок позволит многим сотрудникам вернуться на работу. Перуанские ученые начали испытания вакцины для лечения COVID-19. Тестирование проводят на курицах и альпаках. Им вводят инъекцию синтезированного белка для выработки организмом антител к вирусу. Горы мусора и крысы. Характерный запах разложения стоит в Оренбурге уже целый месяц. Кажется, мусор в городе просто перестали вывозить. Он везде. Во дворах, рядом с детскими спортивными площадками. И даже обязательные сейчас маски не спасают от неприятного запаха. По три, по четыре дня вот это все лежит. Это еще мало. Еще могут быть вот так вот все. 150 рублей с человека. Я многодетная мама, мать-одиночка. У меня четверо детей и я. Мне с каждого ребенка по 150 рублей. Как вы думаете, это нормально? Рамиля Мазеева говорит о тарифах на вывоз ТБО. Они заоблачные, а в городе грязно. Мусорная реформа в регионе привела к коллапсу. Особенно сложная ситуация сложилась сейчас. Пандемия еще не отступила. А бездомных кошек и крыс, которых привлекают отходы, развелось огромное количество. И это тоже угроза для здоровья граждан. Вы хотите крыс развести здесь? Вы хотите, чтобы дети наши задохнулись в этой помойке? Это безобразие. Оренбуржцы целыми районами собираются отказываться от оплаты услуг по вывозу мусора, потому что компания-оператор явно не справляется с объемами. Люди остались дома. И у нас был просто сумасшедший выброс мусора. Просто сумасшедший. У нас объемы увеличились на 20-25%. А так как мы все-таки предприятие, которое работает в плановом режиме, то есть 20-25% для нас это был очень серьезный удар. С вывозом мусора произошло то же самое, что и с медициной. Реформа заставила власти сократить расходы до минимума. Операторы на этот минимум, скрепя сердце, согласились. А тут объемы мусора резко выросли. Нет дополнительных машин, сотрудников. За переработку персоналу платить нечем. Со своей стороны оценку мы даем мусорной реформе неудовлетворительную. Будем дальше продолжать бороться за благоприятную экологическую обстановку в Оренбургской области для наших оренбуржцев. Продолжаем писать в прокуратуру обращению. Власти ссылаются на форс-мажор и обещают исправить ситуацию. Но по мнению коммунистов все на самом деле сложнее. После начала действия мусорной реформы отрасль поделили на сферы влияния. За размещение площадок отвечает город. Он максимально сократил затраты. Управляющие компании и операторы по вывозу ТБО тоже экономят. Эта ситуация в условиях пандемии привела к настоящему мусорному коллапсу. Коммунисты Башкирии продолжают оказывать помощь медикам. Больницы республики испытывают острую нехватку электронных измерительных приборов и средств индивидуальной защиты медперсонала. В республиканский кардиологический центр мы уже приезжаем второй раз. Первый раз мы сюда привезли 500 халатных наборов и полисантисептики. И сейчас мы привезли тоже 300 халатов, потому что больница на данный момент всех этим нуждается. Пока власти Башкортостана рапортуют о наличии всего необходимого для борьбы с коронавирусом, в республике повышаются цены на средства защиты, в том числе и на те, которые требуются для работы в больницах. Цены растут, но в разы, в разы. То, что стоило 2-3 тысячи, сейчас стоит на 10 тысяч дороже. Медики республики сегодня на передовой борьбы с эпидемией. Коронавирусом заболели более 300 врачей. За последние три месяца коммунисты доставили в республиканские медучреждения гуманитарную помощь на сумму более 500 тысяч рублей. Первая помощь была оказана в апреле, вторая помощь в мае, уже вот сегодня третья помощь уже в июне. И я думаю, мы еще дальше будем помогать, на этом не остановимся. Сейчас в Башкирии начали ослаблять ограничительные меры. И это несмотря на то, что ситуация в регионе не улучшается. Республика находится на 15-м месте в стране по заболеваемости COVID-19. Коммунисты продолжат доставлять адресную гуманитарную помощь медикам вплоть до завершения эпидемии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова